Возьмешь тоже краснотойку, с легкой голубизной. Сейчас попробуем сначала мастихином ее положить. Потом по соседству, о, идеально, по соседству с этим и тоже раздавливаешь. Если что, вспомогаешь чуть-чуть пальцем. Уже вот этот светичек. Раздавленная краска сиятельная. Раздавленный разбил сиятельный. И он сразу звучит, как будто освещенный со всей силы конца. Так, тоже возьмем вот этот светик. И его разбил. Будем использовать. Может быть, даже сначала небочку вдоль линии горизонтика подложим. Некоторое свечение теплое. Вот туда. Вот туда чуть-чуть подштрихуем. Вот такое. Вот такое. Мягкое. Там у него зеленит. Ну, это, я думаю, фотография такая. На самом деле, скорее. Потому что вот этот больше нам точно подойдет. Подложишь. И моречку все-таки вещества и лоснение. Лоснение. То есть, прямо густотой красочки уложишь, чтобы она залоснилась веществом. Можно сюда на передний план. Там темный передний план. Ну, наверное, лучше темный. Но хотя где-то бирюзу можешь подсунуть, чтобы лучше чуть-чуть обогатить цвете. Ну, скажем, вот здесь. А здесь куста темный. Ну, и дальше можно будет мастихином укладывать все это. Красотень. Так, бирюзовенький. И после этого ты будешь брать пилинца. Чуть-чуть краснится. А, ну да. И мне туда отправить. И вот этот солнечный свет, который зайками понакидала так. Понакидала сяк. Понакидала. Пораздавливала. Солнечный аж некуда. Рядом с голубым это кричит солнце. Но там остается много голубым. И она как бы слишком голубая. Потому что там больше красненечки и фоновой истории. Для этого мы возьмем кисточку небольшую. Возьмем легенький разбелик красноты. И когда ты вот это устроишь чуть-чуть попачкаешь попачкаешь синюнку. Можно сразу было бы попачкать. Но что-то мне кажется, что лучше вот сначала накидать, а потом писать. И оно одно в другое, одно в другое появляется вот это марево парение. Парение света, парение влаги. Хотя можно сначала так поступить. Давай, может, сначала? Ну, давай. Если что, сначала так. То есть ты подбрил окраску, подсунула вот этого, а потом укладываешь. Ну, так будет некоторая жестковатость. Хотя солнечные датчики жесткие по своим очертаниям. можно и так. Ну, хорошо. Слышишь, Игорь, а вот это что такое? Не пойму. Давай даже не будем усматриваться, что это такое. У нас будут двери одна, дверь другая. А такую черноту не будем давать, чтобы не задавались люди вопросом, что это за дыра. Да. Придавило. Вот это мера краски идеальная. В воде. А, ты видела, что мы с синим, да? Да. Играли. Да, да, да. Берешь этот синий, ну, вернее, в данном случае голубой, и делаешь. Наносишь первые признаки рисунка. Даль, где-то голубик вон там, ты видишь, да? Пусть у нас тоже голубит чуть-чуть. Даже в конечном счете тоже пусть голубит. Смотри. по направлению, по направлению весенняя повесишь эту иву. Вот так, прямо лежачая кисть туда и обратно, и у тебя эффект висячего формируется. Одно бледить, чтобы не съесть небо. Обычно мы так увлекаемся вырисовыванием края, что край растет, растет, растет и съедает небо. Пусть они лучше будут более убористые. Пусть они лучше будут заниженными, чем завышенными. Ладно? Да. Потому что съешь небо. Лучше мы потом добавим. Лучше мы потом чуть-чуть добавим и все будет идеально. А вот этот кустик тоже так же? Вот он, вот он. штриховательно, моделировательно, макательно понабираешь идею всей этой зелени. Обязательно лежачая кисть к холсту. Лежачая кисть дает то, что мы ищем. Вот оно. Не просто макаем, а моделировательно чуть-чуть подыгрывая, подкручивая. Да? Появляется этот эффект множества. В воде у тебя настроение висячего отражения. Когда ты накидала вот то, ты начинаешь вынимая как бы краску, хотя ты пришла с краской, как бы вынимая краску оттуда, вытягивать оттуда отраженности, которые тоже голубят. Вот так понавытягиваешь, понавытягиваешь. Здесь длиннее понавытягиваешь. Пояльца идея висячего характера отражения. Что бы мы потом не положили на вот эту висячку, будет полное ощущение плоскости воды, как плоскости зеркала. Правда? Уже появляется. Вот моментально, да. Когда ты все синим, все вопросы синим решишь, ты будешь брать голубой, желтый. это уже будет зеленый. И ты прямо в это будешь штриховывать вот такой чиркательной штриховочкой, рябушкой штриха, чиркательной, без разбавителя уже, да. Вот такую вязкую красочку. Смотри, появляется эффект множества, еще более культурный, еще более деликатным, глубоким такой, чуть светлее. То есть, когда ты будешь добавлять чуть белил, чуть желтил, у тебя будут появляться светлые проявления. Но не чистый желтый, а в разбелых. Или в каких-то соединениях с голубым. Чуть больше белил, седоватая зелень. Чуть больше голубил, белил, седоватая зелень. И она там есть. зеленый, но более седой, более холодный. Тоже. И у нас такая взвесь. Ну да. Но для это штрих такой чиркательный, не напряженный, не вдавливающий. А вот такой. А верхний. Да. Вот такой чиркательный. Деревце вот это сверху будет упаковываться вот такими мазосиками. Но сначала тонально темную ты подложишь. Тогда на всякое темное укладываясь будет идеально ложиться. А там внутри будет и воздух и тимевая. Да? Давай так. Красненького не хватает. Ты как бы видишь, что там откровенно белый. Знаете, я просто хочу посоветовать вот такой более красненький цвет. Он просто более сиятельный. там как будто холодный день. Такой апрельский начало апреля. Когда уже зацвело, но холод собачий. Вот вот все от мороза погибнет. Поэтому чуть-чуть вот эту красненечку хорошо подсвежить ею. Ну и заодно можешь первый взнос сделать в эти домики. Чи-чи. Чи-чи. Хотя бы намек. Потом возьмешь голубой желтый и начнешь подсовывать по чуть-чуть не борзяся озираясь вот таким чиркательным штрихом чиркательным штрихом в разных направлениях вот эти вот сгусточки зелененькие. От того, что голубой будет везде помидевать, будет эффект воздуха, что у нас очень-очень. Вот. Там где-то теплее зелень. Теплее зелень будет с коричневым больше. Желтый, да? Вот та зелень дальнего плана. Вот вот такое. появление цвета сразу создает праздник. Ну и конечно же будет появляться нарядный зеленый. Даже если его там в такую меру нет, можно подсунуть. Будет вкусно. Хотя если нравится более сдержанная гамма цветовая может не бомбить яркостью. Вот они там где-то эти галочки. Но не чисто желтый обязательно подмешивает к нему кого-нибудь. вот такое. Вот такое. Первые намеки на стоячки можно подсунуть. они потеряются затрутся вот но уже какая-то будет их присутствие будет уже создавать настроение. Сразу арка появилась. А вот в конце арки там можно зелень подсунуть вот на дне этой арки за которой может быть тоже что-то торчит какой-то домечек он там будет еле-еле различим его эта вся зелень будет прикрывать там может быть ходик какой-нибудь чтобы было понятно что это архитектурство и все будет красиво и нарядное понятно что мы туда гуляем и там еще наш дворец и дворец вот ну и сразу не откладывая в долгий ящик сразу подложишь немножечко и розовастиков нарядных чуть-чуть там где-то маканием кончика чуть-чуть чуть-чуть поддашь сразу настроение создать хорошо ну спасибо обращу увлеклась делала вот так да да вот так а мы с тобой договаривались вот так на штрих на штрих да сейчас я сделаю штрих тут что плохо плохо то что мы съедаем голубой а голубой создает этот воздух поэтому постарайся больше не делать грубых нарушений технологии и вот этим не заниматься а заниматься вот этим штрихованием штрихованием посмотри какая хорошая ситуация когда мы штрихуем такое комковатенькое а этим мы не можем добиться вот что мы можем добиться а так ты посмотри посмотри вот они вкуснятины которые сверху потом будут снабжены но чуть потом и чуть иначе больше будут снабжены вот таким вот образом вот таким вот таким хорошо мне сейчас штриховать да штриховательно вот ну и можешь периодически когда ты допустим вот этого зеленого набрала потом взять этот зеленый немножко вытянуть оттуда вытянуть зеленый там есть переход зеленого такой полосатый переход зеленого в голубой вот и хорошо и у нас тоже будет вот такое ладно давай так поднимай деревья ну не поднимай пожалуйста уже поднимаешь и поднимаешь сдерживай себя давай вот это вот это до ябова состояние там где-то светло теки второй рядочек вернее тот первый рядочек который заслоняет второй рядочек его подсунула тоже тоже вот буквально буквально подштриховала подмутила вот у тебя уже какой-то этот заслонил тот а может быть сначала подсунуть темности заднего плана разноцветит смотри вот я разные тональности разные цветовые подкладываю там такое тоже есть вот для того что красный к зеленому подмешать ну чтобы посложнее было в цвете поинтереснее а потом а потом вот этим перекрыло хорошо давай так а то зеленая куча то есть хочется а то как будто то ли птички красивые красивые звуки мутники мутники где-то подсунуть ага мутники хорошо а там какой-то бурат еще или бокс ну если захочешь потом вот так сбреешь пару домов поставишь прикроешь здесь плохо что оно слишком ровно там же вкусно что оно ступенем то есть создай идею ступени тот вниз куда-то ушел а этот где-то здесь а тот прямо там внизу и он отделен слоем этих деревцов то есть вот этот каскад он уместен к воде уход значит если здесь не везде одинаково хорошо вот так шкрябаньем чуть-чуть покромсать еще то есть тень просто вынимает слишком уж они геометричны пусть они все-таки будут под под кромсом так что у нас тут еще слишком вытянуты старайся брать кончик мастихина кончик мастихина укладывать все-таки это должны быть пупушечки а не удлиненности по всем удлиненностям пройтись макательно макательно моделировательно то есть заставь их не быть остротками да чтобы это были сбепеши вот такие хорошо хорошо конечно чуть опаснее вот сюда выходить немножко выйдем для приличия то есть если ты в домашних условиях ты знаешь что скорее всего вот так не получится ну взяла кисточку лежачей кисти чуть-чуть повынимала то есть это набирала спокойно а здесь чуть-чуть лежачей кистью потому что конечно эти вещи требуют уже полной квалификации синий горечневый не без него то есть вот эти абсолютно в тени находящиеся абсолютно в тени их тоже поподсунешь то есть нам нужна вот эта тенистость то есть я зашел сюда но споткнулся об эту тенистую и это тоже будет дополнять игру где-то более глубоко более темно такой тема глубокенько с тени глубокенько ну и где-то и темно и силуэтно и вот в данном случае даже где-то с перечневезной вот эту стену отделяющую одно от другого опять же эта спина тебя никак не пугает взяла вырезала пару домиков иных местах так ну совсем ровную не будем делать где-то у нас будет поднятие и даже может быть сюда свет уйдет и даже может быть вот так поступить смотри как сразу вдаль пошло сразу вдаль пошло мутненько у цветонников еще вот эти хреновинки показать чуть-чуть они там темные ты можешь сначала положить светлые а потом добавить немножко что такое бед да он еще больше характер ухода выражен вот это штуковинка вот чертить тоже насадить сначала белок а потом посмотрим где-то добавишь и сразу с графикой сразу так раз раз пособиралось вот это мастихиновый картинка у меня не получается смотри значит у нас два варианта или у нас акцент на то что мы закончим сегодня картину или акцент на то что мы учим приемы если ты определишься в пользу одного из них будем уже исходить из этого мы учим приемы тогда хорошо смотри я снова создал сухомятку для того чтобы для того чтобы было вот это рябое многоцветное опять оно становится однородным вон я и красный вонзил и желтый сейчас внесу вот оно какое разнообразие то есть я сейчас набрал скорость для того чтобы ты увидела как на самом деле все это легко должно быть вот чирки 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 я увидел что там уже красиво я туда больше не полез дальше пошел то есть это просто баловство вообще то есть нельзя сказать что это какая-то сверх квалификация мотать вот так рукой то есть у меня нет вот как струны и пальцами нужно тут буквально легкотня но эта легкотня требует вот именно такого движения никакого другого надо его освоить сбречь и освоить было более постозно скажем так а тут более заглаживо да не не постозно просто это нечаянные остатки краски это не потому что я там решил напастозить нет это нечаянные остатки кстати вот эти продресси тоже кое-где могут жить это очень вкусно когда они будут чуть-чуть присутствовать чуть-чуть прикрытые если там вот сохраняется вот эта продресси это считается вот густотой чуть прикрыли это считается ну такой высокий класс живописи когда есть вот этот первый слой такой еще бескрасочный и он прикрыт уже густятинкой то есть по возможности еще и вот эти места чуть-чуть сохраняем хорошо да значит сходишь сюда тоже потому что там одно другого поддерживает я тут же на палец перешел сходишь туда сходишь вот так создашь линию воды линию очертания Лесика сделаешь чаек да? Леся чаек сделаешь да? Да я делаю то есть вот это то что мы планировали вдоль этого которого мы планировали седина седина касания воды берега то есть это легкая березна вот этого касания она на солнце чуть-чуть мерцает да? чуть-чуть чуть-чуть ну и конечно же сбились в стайку сбились в стайку растительность вот та растительность которая там да ее можно и покрошить и помоделировать и посеремелить нахально серебро краски подсунуть да и уже видно что это какие-то кувшиночки и прочее так бирюзоненький сейчас куда-нибудь раздобудем бирюзоненький и желтенький будет нарядным цветом да смотри это прикольно да смотри положил вдоль и чуть-чуть ребром мастихина создаю идею этих травиночек которые от линии воды потом взял и допридавил и то что над водой осталось как бы порисованным а то что под водой стало мутным не в тени мутным в воде отраженность которая потом в свою очередь перерублена этими травками травочками и все стало на свои места щупай и эту историю тоже давай они целые крокодилы вот такие вот такие вот такие вот они сборища этих боже упаси еще в святая святых пошла в такое деликатное место давай наверное завушенная давай чуть-чуть приопустим а то ощущение уже так далеко что так далеко и не бывает извините сейчас я подойду по прощению подожди да немножко да вот это красивое получилось Окошечко, да, само собой, невнятненькое. Немножко отдельными кусками смотрится, все-таки их адаптировать. И тенью адаптировать, которая от них метнулась туда и на стенку. И даже самими рефлексами от этих кукшинчиков. И может быть все-таки светлее чуть-чуть. Световая, а то они как две кровавые точки. Так. Наверное, только хочется более прозрачной и более роскошной. И вот этот вот характер. Адаптировать, птичьи адаптировать. То есть тень мутновата вместе с теневой частью цветка адаптировалась. Что вы с этой палкой делаете? Адаптировать, ее чем-то надо, просто прочертить. Взять какие-то темнотики. Со стороны теневой, чуть-чуть протирать. Лежачий холсток есть? Позволяет. Необязательно от края и до края. Можно вот так только подчеркивая. Показать просто, что это разрабатывалось. Что это не было просто нацарапано. Уже усложнили чуть-чуть и все. Там он начал таять. И пусть тает. Лично мне еще рябушки не хватает. Вот этой рябушки чуть-чуть не хватает. Как-то так оно побогаче. Холодноватый оттенок. Разбел холодноватый. Какой-то ярусик сформировался. В целом освещенное место, да?